Давайте сориентируемся, где мы сейчас находимся. Вот он, Зимний дворец, и практически окна в окна с предыдущей экспозиции мы сейчас смотрим. Вот так вот перевозили полотна импрессионистов через площадь в специальных фургонах. Сюда очень красивый вид. В этих помещениях полотна импрессионистов, которые мы привыкли видеть на третьем этаже Зимнего дворца, в той постоянной экспозиции, находится не так давно. Собственно говоря, там два или три года прошло, с момента, как мы не были здесь выставлены. И сегодня мы пройдем с вами маршрутом, который нам предложила сама Наталья Валентиновна. Она написала прекрасную книгу, одна из многих написанных ею, «Париж в Эрмитаже». По этому маршруту мы пройдем с вами и начнем, наверное, с одного из главных шедевров авторов той пары, это «Дега. Площадь Согласия». Пожалуйста, давайте подойдем поближе к этой картине. Да, вы знаете, я думаю, что можно с полным основанием говорить о Париже здесь, на этой экспозиции, потому что импрессионизм родился в Париже. И потому что даже если на картинах не изображены то пейзажи Парижа, они все равно связаны с Парижем, с его жизнью, с его атмосферой, с его персонажами. И эта картина Эдгара Дега, которая называется «Площадь Согласия», это действительно один из наших шедевров, которым мы просто по праву можем гордиться. Но это картина, которая просто, ну, долгие годы, и в этом зале мы будем встречать, и в других залах немало таких картин, которые сейчас известны, однако же долгие годы их просто никто не имел возможности увидеть. Да, это совершенно верно. Она, можно даже сказать, была почти неизвестна, потому что когда Эдгар Дега ее написал, это было в 1875 году, на год позже, первой выставке импрессионистов, в которой он участвовал, она находилась в неводу, неизвестно почему, может быть, он что-то дописывал, может быть, он что-то исправлял. Потом она находилась у главного персонажа этой картины, потому что у этой картины есть второе название, она называется Викон Тлепик пересекает площадь Согласия со своими дочерьми. Это вот центральная фигура и две девочки, да. И Викон Тлепик на самом деле очень интересный персонаж, потому что он большой друг Эдгара Дега, он художник, пейзажист, он скольптор, он гравюр. Кстати, он учил Эдгара Дега заниматься гравюрой. И, кроме всего прочего, просто интересный парижский персонаж. Он внук Бонапартиста и сын Бонапартиста. И его старшую дочку, которая вот здесь находится слева от нас, они назвали в честь сражения, которое выиграл Бонапарт при Прессе Шейлау. Вот так ужасно ее назвали, ее зовут Эйлау. У второй девочки уже нормальные, ее назвали просто Жанин. Но, кроме всего прочего, здесь есть еще один персонаж, который срезан левым краем холста. Это Людовик Олеви, тоже один из друзей Эдгара Дега, либретист, который писал либрет для оперетта Фенбаха, в частности, для других оперетт парижских. И на самом деле, вы знаете, это кусочек жизни Парижа, пойманный как бы не взначая художника. Все идут в разные стороны. Экипаж едет по своим делам, одна девочка смотрит в одну сторону, их отец движется в совершенно другом направлении. Такое движение, все движется, ничто не стоит на месте. В общем-то, вы знаете, многие специалисты считают это задаткой картин. Почему они идут в разные стороны? Мне кажется, что это естественно, это просто кусочек жизни. Вот в этот момент одна девочка повернулась сюда, потому что сюда повернулась собака. Кстати, кроме того, что он был художником, Людовик Лепик еще был фабрикантом собак. А вот мы как раз хотели задать нашим зрителям вопрос, потому что сами засомневались. Может быть, вы укажете, что за порода собак? Какую породу собак относите, изображенная на этой картине? Наш хранитель. А вы не отвечайте пока. Это мы задаем нашей аудитории вопрос. Может быть, они и скажут, они у нас знают все, поэтому ждем ваших ответов. Скажите, а вот эта площадь Согласия, она как раз формировалась, да, архитектура того времени формировалась одновременно с жизнью профессионалов? Вы знаете, я как раз хотела сказать о том, что в результате, конечно, это кусочек парижской жизни, но в результате эта картина стала в какой-то мере портретом площади Согласия. Во-первых, это самая большая площадь Парижа. Вот мы сейчас с вами находимся в таком положении, стоим так, что сена за нашей спиной. Да, вот там. Там мост, который ведет к Бургонскому дворцу. Впереди мы видим ограду сада Тюльри, который вдоль сены тянется до самого дворца и музея Лувр. Параллельно с сене, с левой стороны улица Револи, тоже очень длинная улица, которая идет мимо Лувра. А если бы нам видна была площадь, простите, вот улица, которая находится слева, за стоящей здесь фигурой, она привела бы нас к церкви Мадлен и потом немножко правее к опере, к громадопера парижской, куда очень часто ходила Эдгар Дега вместе со своими друзьями, Людовиком Оливье и Людовиком Наполеоном Лепиком. Ну, и вы знаете, площадь, в общем, она создавалась в XVIII веке, когда решили поставить памятник королю Людовику XV, искали для него место. И по легенде, как будто бы он сам указал это место, потому что раньше здесь были просто, знаете, такие прогулочные какие-то аллеи, лес, поле. Еще в XVIII веке в экипажах по ним ездили, гуляли здесь. Вот, а потом на их месте возникли так называемые Елисейские поля, которые со временем стали самые таковые, самые оживленные улицы Парижа. Вот, а площадь Согласия, она осталась вот такой огромной, украшенной большим количеством скульптуры в разных местах. И в какой-то мере центром вот того района и города, к которому привык Эдгар Дега, в котором он жил, в общем, почти все. Сейчас же очень сложно представить, да, что эту площадь можно вот так вот спокойно... Вы знаете, совершенно невозможно, это просто нельзя. Потому что там запрещено переходить, и ее можно только обойти вокруг. Движение, движение, огромное движение, да. А здесь она, здесь еще пустое пространство, и такая какая-то серая погода, может быть, дождливая, да? Вы знаете, я думаю, что тут дело даже не совсем по годе, а в том, что недаром современники, в частности, писатель Эдгара Дега странным художником. Вот когда мы представляем себя живописимпрессионистом, мы всегда представляем его в цвете, потому что действительно для них самым главным стал цвет. У Эдгара Дега вся картина решена фактически только в тоне, в серых тонах. Где-то он глубже, где-то поверхностнее, где-то более теплый, золотистый, где-то холоднее, к голубому ближе. Вы чувствуете, что действительно это настолько тактично, настолько гармонично решено в картине, что в результате Эдгар Дега предстает перед нами как наследник классической школы. Кстати, да. Ещё немножечко задерживаюсь у этой картины, потому что есть в ней, помимо живописных, ещё несколько загадок. В частности, если мы будем искать на картине подпись Эдгара Дега, мы не найдём её. Вот подпись, вот посмотри, обычно в правом углу подписывается художник. Вот где подпись? Подписи художника нет. Почему? В чём здесь дело? Дело в том, что история картины была такова, что, в общем, они её очень мало знали, потому что сначала, как я сказала, она принадлежала Виконту Липику, потом, в последний раз её видели в 1911 году на выставке французского искусства о Франкфурте, где её купил немецкий коллекционер Отто Герстенберг. Кстати, из его коллекции она пришла к нам после окончания Великой Отечественной войны. Как трофей. Да, и практически в Эрмитаже её стали впервые обследовать, и наш хранитель считает, что нижний край картины был обрезан, так что нужно представить себе, что собака, она стояла. на ногах, и что здесь ещё была такая полоса хаста, на которой, вероятно, и была подпись Ангара Дека. Но, вы знаете, интересно то, что с 1911 года фактически невозможно было где-то увидеть эту картину, потому что она была в частном владении, но и до наших дней не сохранилось никого, кто видел её раньше.